Сегодня в начале первого ночи шесть пожарных расчетов были направлены по адресу инженерной 18 в Екатеринбурге. Огонь был замечен в 30-й квартире на втором этаже двухэтажного дома. Потребовалась срочная эвакуация жильцов. Впрочем, самим обитателям этой квартиры, известным в районе выпивоком, к приезду пожарных и скорой ничего уже не угрожало. Двух спящих мужиков вызвали из объятой дымом квартиры двое не спящих, самоотверженных, хоть и немного хмельных прохожих. С дня рождения шел, машину увидел первый раз. Вот этого человека поймал, как зовут тебя? Костя. Вот Костика поймал, вот мы с ним трех человек вытащили оттуда. Свет нигде не горел. Я поднялся на второй этаж и в ближайшую квартиру постучал какие-то, он слышал какие-то звуки. Дверь была открыта, я открыл, находились три человека. Вот этот человек и два еще, ну, женщина и мужчина. Есть все-таки в жизни место подвига, и хоть пожарные прибыли довольно быстро, огонь перекинулся даже на крышу барака. Если вы не эти двое храбрецов, обитателей злосчастной квартиры в ближайшее время точно можно было бы увидеть на кладбище. Ведь именно во сне в дыму больше всего и гибнет людей на пожарах. Кстати, причина этого сгорания также весьма необычна, как чудесное спасение его героев от неминуемой гибели. Как свидетельствуют некоторые очевидцы, спящие обитатели квартиры забыли закрыть входную дверь. И к ним вошел некий маловозрастный хулиган. Не то из шалости, не то из врожденного садизма подросток и запалил квартиру. Однако, эта версия вызывает законный вопрос, если хозяева спали, кто же тогда видел момент поджога.